Благодарим Тебя за все то, что Ты делаешь в нашей жизни, Боже. За всячески подаваемую благодать нам, Боже, которая нам явилась во Ишуа Машеихе, Боже. За Твою кровь, за общение Святого Духа, Боже, посредством которого мы очищаемся, Господь. Мы прикасаемся к Твоим глубинам, Боже. И этот Дух нас погружает в эти глубины, Боже. Мы не можем заставить Тебя, Дух Святой, действовать, но мы можем пригласить Тебя в наше сердце. Мы можем открыться для Тебя, Господь, для Твоего движения, для Твоего назидания, для Твоего утешения, Боже, для Твоей любви, для Твоей радости, Боже. И пускай наше сердце, мое сердце, будет открыто для этого, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Научи нас двигаться в этом, Господь. Научи нас совершенствоваться в этом, Господь. Чтобы мы знали тот путь, по которому мы можем прийти к Тебе, Отец наш Божий, и просить обещанное, Господь. Потому что мы должны просить обещанное. Просить обещанное. И этот обещанный утешитель, он придет и будет рядом с нами. Аллилуйя! Потому что не своей праведностью мы входим в это присутствие, а верой входим в присутствие, верой, Господь, верой и праведностью от Ишуа Маши, Яха, Божия. Во имя Ишуа. Во имя Ишуа. Аминь. Так как Давид, да, он просил Духа Святого, не отними от нас. И независимо от того, в каком он состоянии находился, Дух Святой касался его и очищал его. Помните, мы разбирали, да? Да, и прежде чем мы продолжим, я все-таки, вы готовитесь быть служителями, и мы немножко проанализируем ситуацию. Вот мы там разбирали какие-то вещи, да, что такое поклонение, что такое присутствие Божие, что такое, как бы, как, да и зачем нам это нужно, как мы в него входим, какие критерии, да, там. Я включил. Все работает. Ты не слышишь, я себя слышу. Не надо громко делать. Там же в камеру оно идет хорошо. И я вот хочу просто задать вопрос. Помните, мы говорили, что поклонник, он должен быть, как бы, трезво оценивать, то есть, как Давид анализировал свои песни, касались ли они сердца Божьего, да, касались ли они людей, да. Если они касались сердца Божьего, значит, они касались и людей, да. То есть, он был, как самый строгий критик. И мы должны так же само быть, анализировать свою жизнь. Да, мы говорили, что это вожделенная песня, да, «Берешит», там закончили, да, это, перешли уже, да, «Ширтаав», песня вожделенная. Сказали, что «Тора» – это тоже песня, да, что она должна петься нараспев. Упомянули о тех знаках кантеляции, которые там употребляются вверх, то есть, там вниз, это спад, там это, что были особенные формы, особенные мелодии, которыми можно было, как бы, переставлять, то есть, менять, то есть, и в определенный момент, там, вот знаки кантеляции, они показывали, какая именно мелодия должна быть в этот момент. Вот есть определенные гармонические, как бы, ходы. Ну, определенные гармонические ходы, которые применяются в музыке, там, допустим. То есть, понимаете, да, то есть, это определенные гармонические ходы, которые применяются независимо даже, они вот здесь вот в Храме Божьем поются, то есть, в собрании, или даже на свадьбе, понимаете? Одни и те же гармонические ходы. То есть вот это были такие квадраты, как музыканты говорят, которые применялись в определенной мелодии, и эти знаки кантеляции обозначали именно, какая мелодия в этот момент звучит. То есть и кантор или хазан, он как бы стоял и поднимал руку, то есть он как бы жестикулировал эти знаки кантеляции, и все собрание отвечало на это. То есть и музыканты, допустим, или люди, которые, если не было музыкантов, то и пели акапельно, то они понимали, что сейчас вот это, а сейчас вот это происходит. И мы говорили о том, что первые минуты творения уже звучала музыка, это и была уже музыка, да? Мы говорили о том, что музыка может изменить человека, да? То есть так, как она меняла Саула, да? Как Давид брал, а вот и меняла Саула. И был момент, когда не меняла, правда? Давид поклонялся, а у него в руке копье было. Вот мы сейчас разбирали практически такую же ситуацию. Это человек переживает разные периоды в жизни. Понимаете? То есть помните, мы говорили о том, что упоминал, я не знаю, упоминал с вами или нет, откровение, когда Иоанн на острове Патмос, он вошел в присутствие Божие, да? Небеса открылись, и он, бух, пал ниц, да? Пал ниц, и что ангел сделал? Вспомните. Даже не то. Он его просто поднял. Он говорит, поднимись и записывай все, что ты будешь видеть. То есть, как один из проповедников говорит, нам хорошо, мы вот это в присутствие Божия пришли, бух, упали, еще если там ночь не спали, там или работали, мы провалялись все служение. Но не так со зрелыми служителями, понимаете, да? То есть, он пережил страх Божий, да? То есть, как бы вот именно благоговение упал, но ангел сказал, встань, смотри все и записывай. И вот это пиши, а вот это не пиши. Понимаете, да? То есть, его мозг, он должен был как бы трезвым быть, трезвым реально. И часто вот на служении многие люди могут переживать присутствие Божие, а я просто в нем находиться, потому что мне некогда переживать. Мне надо быть сосредоточенным для того, чтобы я мог видеть, что происходит. Понимаете, да? И мне очень, ну, достаточно тяжело. То есть, вот когда еще как бы какое-то, ну, как на молитвенное служение, ты там можешь расслабиться, там, а если вот еще ограничено время, вот как на празднике, да? Время там все расписано по минутам. Сейчас вот там вот столько времени прославления, потом танец, потом детские какие-то, ну, конкурс хануки, потом еще что-то, потом еще что-то. Надо просто быть как бы, ну, собранным. А еще когда у тебя куча новых музыкантов, которых ты, с которыми ты никогда не играл, то есть, как бы, то просто, ну, один день на подготовку, несыгранности, ничего, это очень сложно. Это очень сложно, поверьте, когда. Это, ну, просто ты должен довериться Богу. Просто довериться, вот и все. То есть, в надежде на то, что Дух Святой будет ими руководить. Хотя, ну, и ты готовишься, там, и ноты как бы написал, и все. То есть, но все равно. И вот музыка, она доступна любому человеку. И когда мы слушаем музыку, мы можем не понимать слов, если они, ну, даже если они есть. То есть, мы можем слышать музыку различных народов, да, слов, которые мы не понимаем. Но мы можем это переживать. То есть, она может нас касаться, как бы, и мы можем даже интуитивно чувствовать, о чем поется, как бы. И у нас могут возникать определенные ассоциации. Помните, мы говорили, вы приходите на концерт классической музыки, вам дают, ну, как оно называется, как бы, я даже забыл, как-то называя, программка, да, программку открываешь, и там все написано, то есть, вот такая-то музыка, вот здесь вот тот, да, кто поет. И там даже содержание музыки написано. Да, что происходит, понимаете, да? И вы, как бы, погружаетесь в это. Может, потому что чтение Торы и все молитвы происходили на определенные напевы, ну, вот, от начала, вот, ну, из истории, да, от самого начала, от служения Богу, то есть, это были, это, ну, как бы, потом храм, да, то есть, потом это вот синагоги уже, в которых происходили молитвы, да, то есть, как бы, и уже после разрушения храма, это, опять-таки, были собрания, то есть, да, где люди пели, там, и вот это все, как бы, может, потому что Израиль вообще вырос в этом, ну, народ вырос в этом, воспитывался в этом, то есть, среди этого, ну, этот народ очень музыкальный. Он очень музыкальный. И масса замечательных композиторов, произведения которых мы по сей день слушаем, они были у основания вообще вот музыкальной культуры развития в Европе даже, понимаете, в Европе, в Америке, то есть, как бы, вообще, они, ну, были, как бы, основателями. Они сделали то, что они взяли культуру разных народов мира, ну, как бы, вот, искусство вот этих разных народов мира и, как бы, подняли это до уровня, как бы, ну, культурного наследия, можно так сказать, понимаете? Они были вот теми людьми, вот этот вот народ, понимаете, да? В комментарии одного из раввинов, то есть, на вопрос какого-то царя, то есть, я уже не буду там углубляться, то есть, один из раввинов, он произнес вот такие слова. Вообрази себе, что наш народ придает ему столь большое значение, ну, музыкальному искусству именно. Царь задал вопрос, почему народ, вот так, ну, так много музыкантов среди этого. И он говорит, вообрази, как бы, что наш народ, ну, вот столь большое значение придает этому искусству, что доверяет его самым высокопоставленным своим представителям. Это левитам, это колено, вот, которое было отделено. То есть, оно занимало определенный уровень, как бы, ну, в обществе. Понимаете, да? Которое занимается им, как частью священного служения в священном храме, в священные праздники. Музыка их первостепенное занятие. То есть, среди этого, ну, среди еврейского народа, вот это колено, оно занимало достаточно высокое положение. Вот священники и левиты, они находились на особом положении. То есть, они считались, как бы, ну, одной из, как бы, ну, можно сказать, так, ну, я не знаю, как это сказать, привилегированной, что ли, как бы, да, ну, частью общества. Понимаете, да? То есть, они, это не значит, что все остальные были благие, потому что среди левитов, допустим, были, то есть, было такое, как бы, ну, это как, можно сказать, не сказано об этом писании, но, как правило, такое, ну, негласное, что ли, да, что, чем бы ты не занимался в храме, даже если ты выносил, как бы, ну, мусор там, да, то это было все равно, что ты стоял и играл, то есть, понимаете, то есть, и это было служение, оно не было чем-то, ну, как бы, там, это, там, выше служения, а это, типа, ниже. Ты провинился, тебя там послали туда мусор выносить, как у нас обычно, да, но там так не было. Это было привилегией вообще считалось, и одно, и второе. Ничем бы ты не занимался. Понимаете, даже молодые левиты, вот, они соревновались за то, чтобы, как бы, да, пепел выносить жертвенника. То есть, было, ну, даже такая, вот, как бы, там, по звуку, там, шафара, там, священник давал как раз так, и они все гурьбой бежали, кто быстрее добежит, тот и первый выносил. Это было, как бы, ну, одно из привилегий. Пока там, ну, это, опять-таки, как бы устное, как бы все, понимаете, это не, ну, не является, там, совершенным доказательством, да, мы не можем это доказать. Но пока один из вот таких вот юных, как бы, левитов не сломал руку. А поскольку ты сломал руку, то есть, его столкнули с жертвенника, то есть, представьте, все бегут, там, этот пандус такой-то, вы бегаете, там, двухметровая высота. Бух столкнули, в этой куче упали, сломали руку. Все, вы уже не можете служить перед Богом. Все, вы потеряли свое призвание. Будучи призванным, вы потеряли свое призвание. Понимаете, да? То есть, и потом была установлена уже очередность, чтобы всем было, как бы, не всем было обидно. То есть, вот так они по очереди, как бы, это делали. То есть, поэтому не было выше служения, ниже служения. Это было почетно. Любая работа в храме, она была почетной. Понимаете, да? Поэтому, но это была одна, то есть, в отличие от всех других народов, в отличие от всех других народов, если, допустим, искусству, вообще обучали, допустим, искусству, там, игры на инструментах, к культуре, там, живописи или еще чему-то, среди, в других культурах, там, ну, возьмем, там, Египет, там, или еще, там, обучались только князья, понимаете, да? То здесь целое колено обучалось, понимаете, да? Целое колено, допустим, одно из колен было отделено. Это не было привилегией, там, допустим, только князей, да? Это было определенное колено, которое было отделено. И независимо от их материального положения и статуса, они занимались только этим. И они не могли. То есть, это было постановление на все дни. То есть, они только этим должны были заниматься. И они занимались, они совершенствовались. И вот равен этот говорит, что они делали это все время. Они должны были пребывать в этом, во всем. И весь Израиль, как бы, чтил это и, ну, обеспечивал их. Была даже десятина левитская специальная. А левиты из своей десятины отделяли десятину священника. Понимаете, да? Левиты – это из колена Левина, а священники – это из колена Аарона, да? Нет, это из рода. О, то есть рода. Да, да, да. Это колена Левина, но определенный род, да, это уже там были только священники. То есть, они были только из определенного рода, да. И, кстати, равены не являются священниками, они учителя. То есть, они не являются священниками. То есть, они только уч... Ну, это учителя. Они даже не начальники синагог. То есть, вот, в культуре. То есть, начальником синагоги мог быть просто какой-то князь. Ну, вот из князей кто-то, понимаете? А равены – это учителя просто. И князья могли распоряжаться, то есть, совет старейшин мог там вот общинами, и они жили там в рассеянии, да. То есть, они могли приглашать какого-то равена или как бы удалить его как бы. В настоящее время, вот, ну, музыканты, литераторы, там, художники, они, ну, не обладают вот тем положением на сегодняшний день, я буду так очень мягко говорить, да. Особенно, ну, вот, там мы говорили там на постсоветском пространстве, когда вот наша культура развивалась. То есть, эти люди, они буквально там выживали. Выживали. Некоторым удавалось просто там пробиться, их просто, ну, брали, как, ну, грубо говоря, раскручивали. Понимаете, да? А в основном подавляющее большинство творческих людей, оно выживало, как бы. И многие, вот, как бы, они использовали, ну, им не было где использовать свои таланты, как бы. То есть, оно все, как бы, служило не тому, чему оно должно было служить, а в частности, Богу и для прославления Бога. Левиты были, да, ну, как бы, и замечательными музыкантами, и в то же время их в ихнюю обязанность входила, это была ихняя обязанность учить Тори. Они ходили от селения к селению, учили людей. То есть, не все могли постоянно приходить в храм, да, то есть, но они ходили, они были такими вот бродячими музыкантами, там, проповедниками, которые приходили в одно там селение. И вы видите примеры из Библии, там. Вы видите даже примеры из Библии, в Библии, там. Можете найти примеры в Библии, где вы найдете этому подтверждение. Помните, когда Левита, там, пришел, и там все, там, собрались, хотели, как бы, пришли к хозяину, ну. Когда жену его изнасиловали, и он, они разрубили на куски тела, и Левит этот разослал его всем коленом, и колена потом пришли. Помните, да? То есть, это, вот, как бы, подтверждение этому. То есть, они были, это, ну, не единократное подтверждение. Там, вот, помните, даже притча, там, шел Левит, да, о бедном самарянине, то есть, о вот этом самарянине, который, как бы, о добром самарянине притча. И там говорится, шел Левит, да, то есть, как бы, и прошел мимо. То есть, как бы, то есть, ну, масса подтверждений есть о том, что они, как бы, не только служили в храме, но они ходили еще от селения к селению, они учили народ, это было их обязанностью, учили Тори. И это сохранилось даже, ну, и потом, да. Это, ну, сохранилось уже после разрушения храма в раввинистической культуре, вот в раввинистической, вот, когда раввинистический иудаизм развивался, как бы уже. Мы потом, как бы, коснемся этого. Ну, музыкальное искусство, ну, в целом, оно для всего народа представляло большую важность. Я, ну, как бы, повторимся, что если в других культурах музыканты и поэты были низшей социальной, на низшей социальной линии, то у евреев они всегда пользовались большим уважением, авторитетом и стояли на высшей социальной линии. И самый из них известный, это Давид, Самуил. То есть Давид, который реорганизовал вообще это музыкальное служение, то есть, и все это, он был первым. Он был первым пробужденцем в этом плане. Он сделал вот это вот пробуждение такое, когда восстановлено было вот это служение, но оно уже имело другой вид, оно уже приобрело совсем другой вид. Тоже там, ну, как бы, фразу Веленского, Гаваона, то есть, я вам приведу. Без нее нельзя было бы постичь, о музыке, о музыке как и таковой. Без нее нельзя было бы постичь ни сокровенный смысл Торы, ни тайны песен левитов, ни мудрости книги загар. Ей подвластны жизнь и смерть. Зазвучит, и человек отправится в мир иной. Зазвучит и отворит заветные тайники Торы, воскресит из мертвых. А Рав Кук, который является одним из самых авторитетных раввинов, это первый раввин Израиля, как бы. Первый раввин государства Израиля уже. В начале 20 века так описывал величественный вселенский напево, о котором мы вам говорили, да? Ширтаав. Это величественная песня вот эта вот. Могучая песнь бытия, лежащая в духовных пластах мироздания. Та, которую пифагорийцы называли общемузыкальной гармонией. То есть, весь мир существует, ну, вот в этой гармонии, понимаете, да? Общемузыкальная гармония. Все оно, и помните, когда говорится о небесах, там говорится, что все поет. То есть, все излучает вот это вот пение. Все, все, буквально. И на самом деле, когда я там, есть учение там о сотворении мира, там есть даже музей сотворения мира, я не буду сейчас об этом говорить. Там сказано, что изначально, когда земля была сотворена, все излучало, как бы. То есть, вот эта атмосфера, то есть, как бы, даже над землей было, ну, такой вот, как шар, он защищал, который давал вот этот парниковый эффект. Это был гелий в чистом виде, металл в чистом виде, он прозрачен. И вот этот металл, он как бы такой, как шар такой, он, ну, как бы, сфера такая, в которой внутри находилась земля. Понимаете? И этот металл, он работал как, ну, как приемник. То есть, понимаете, да? Свет, он излучает, как бы, ну, он несет, это те же самые волны. Понимаете, да? И вот этот, этот вот купол, который, или вот этот защитный слой, он пропускал, ну, свет полезный, да, и удерживал ультрафиолет. И в то же время этот купол, вот он был тонкий-тонкий, как бы, такой, вот, он работал как мембрана. И сказано, когда Адам выходил, то есть, во многих переводах говорится, что он мог слышать утреннее пение звезд. Понимаете? Все излучало музыку, то есть, ну, настолько все было гармонично. То есть, вот именно Рав Кук, он описывает вот это, ну, приблизительно это, то есть, вот это вселенская гармония, то есть, оно все поет, все излучает музыку, он все издает звук, понимаете? И те люди даже, посвидетельствам много, которые были на небе, ну, вот, как бы, они слышали эту музыку, они слышали эти гармонии, и они, ну, невозможно говорят, передать это. Ну, по крайней мере, я в жизни встречался с такими людьми. Я, конечно, был, я не слышал, то есть, когда я вам говорил о своем свидетельстве, я не слышал, я слышал как голос, то есть, но я не слышал музыки, но многие музыканты, которые вот, не многие, а некоторые, можно так сказать, с которыми я беседовал, и которым вот, как бы, приходилось, вот, были восхищены, может быть, или как-то переживали это, да, то есть, как Павел, не знаю, в теле или в духе, или, да, то есть, как бы, он говорит, то они говорят, что, ну, это невозможно, это постоянно гармония звучит, ее даже, ну, невозможно передать, невозможно ни запомнить, ни передать, она отовсюду, она окружает просто, она излучает, вот, как бы, это, ну, и многие музыканты, честно говоря, даже неверующие, даже неверующие, они черпают свое, как бы, вдохновение именно оттуда, хотя и не знают. Я потом расскажу, все, давайте закончим, сейчас урок.